От поля к полю перемещается колонна автомобилей. Руководители хозяйства, агрономы делятся опытом вращивания пропашно-технических культур и зерна. Урожай зреет качественный. Некоторые хозяйства уже приступили к уборке ячменя. Переспекивы неплохие, урожай неплохой в этом году. Только начали, но показатели свыше 60 центнеров. Поэтому ожидаем неплохого урожая. Я являюсь управляющим Лобинской группы концерна Покровских. В общей сложности у нас здесь 33,5 тысячи пастей земли. Находятся Курганинский, Лобинский, Отрадинский, Мостовской районы. То есть приступили сейчас к уборке ячменя. У нас 2500 гектаров ячменя, 10 тысяч пшеницы и 1000 гектаров рапса. Это зима и культура, которую мы будем убирать. На текущий момент урожайность по ячменю все-таки немножко ниже прошлого года. Где-то идет на уровне, ну в среднем по всем районам у нас идет 52 процента. 52 центнера, да. Ну вроде на вот 60 как бы. Лидер пока что Отрадинский район там 65 центнеров. В процессе поездки побывали в ремонтных мастерских прогресса. Для рабочих предусмотрены условия для отдыха. Есть что перенять. Остановку сделали возле площадей, где полным ходом идет заготовка кормов. Ведь в прогрессе еще занимаются и животноводством. Глава предприятия показал и строительство корпусов для телят. Возложили цветы к памятнику председателю колхоза Путилича Николаю Куренкову. Довольно плотная у нас получилась программа. Большой географией и разнообразием культур. Также мы посмотрели сегодня тот проект, который инвестиционный, так называемый, по разведению мясного скотоводства, восстановлению ферм, кормозаготовка. Я думаю, что для всех это было полезно. Посмотреть, позадавать вопросы, перенять что-то лучшее, обменяться мнениями. В целом, конечно, ситуация нормальная. Но мне приятно вообще смотреть, что в районе есть новое направление совершенно. Ничего другого нет ни в одном хозяйстве, ни на одной территории. Я это делаю потому, что считаю это важным, считаю нужным. Я хочу, чтобы был красивый район, чтобы на сгорях паслись коровы, лошади, чтобы все было чисто, аккуратно. Чтобы это напоминало, что ты находишься в какой-то приличной европейской стране, а не в замусоренном краю. Поэтому во многом я реализую здесь свое представление о жизни и о том, как должно быть. Есть присутствуют сегодня и такие, будем говорить, прогрессивные, которые передовики, и есть, которые не совсем хорошо идут дела. Не для того, чтобы тут кого-то постыдить, простынить, а чтобы каждый посмотрел. Проехали, посмотрели, как занимаются земледелием, какие поля ухоженные. Вот все, может сказать, да, прогресс, один показывает прогресс. Да, мы показали, в основном, конечно, это был прогресс. Но мы показали, чтобы убедились, что хозяйство живет. Не только развивается одной пшеницей и соей, но параллельно, как уже Евгений сказал, здесь и развивается животноводство. И коневодство, и крупнорогатый скот, и свиноводство. Ну, что мы будем делать, если, не дай бог, завтра откажутся от нашего зерна, и никто ее не будет закупать. Ни сою, ни пшеницу, ни шмень. Куда мы будем девать? А вот здесь есть. Дмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».